Ужасный план Рейхана, загнанного в угол. В конце последней серии, в конце новогодней ночи, кто-то наверху увидел, как Гарип целует Исму в щеку. Кто это видел? Мы продолжали задаваться вопросом. К счастью, это увидел не Фарук или Ипик, а Сюрея. Сюрея не могла скрыть своего удивления от увиденного зрелища, но когда она увидела Фарука, она немедленно приняла меры, чтобы спасти ситуацию. Он сделал вид, что показывает Гарипу верхний этаж. Эсма же спешила дать Сюрея такой козырь. В последнем эпизоде Эсма позвонила Рейхан и пригрозила ей после того, что она прочитала в письме, убедите вашего сына согласиться с нами, иначе он узнает, что это вы оставили его сиротой и безымянным, сказал он. Рейхан также сказала Адаму, что боится и ему не следует иметь с ними дело. Адам сказал, в первую очередь им следует позаботиться о своих матерях, и рассказал об отношениях Исмы с Гарипом. Рейхан была рада услышать это и начала шантажировать Исму. Но Эсма очень умная женщина, она заставила Рейхан пожалеть об этом. Но я пойду и все расскажу сыновьям. Рейхан позвонила своему брату и привлекла его к ответственности за кражу писем и передачу их Исме. Его брат противостоял сестре и говорил что-то вроде «Будь осторожен со своим сыном, будь осторожен». Сурея начала пытаться завести ребенка. Тем временем Эсма позвала Сурею в ванну. И этот разговор пошел не так, как ожидала Эсма. Сурея поддерживала свекровь, придавала ей морального духа и поддерживала. «Сделайте что-нибудь для себя, не упустите возможность быть счастливым», — сказал он. Эсма тоже набралась смелости и поговорила с Суреей, рассказав ему о своих страхах и опасениях. Сурея сказал, что все будет хорошо и что он должен сделать шаг смело. Пока бывший муж госсекретарей Сры приходил и толкнул девушку, Фикрет, ставший свидетелем этого по телефону, побежал догонять. Они подрались с мужчиной, пришел Фарук и вмешался, мужчина убежал. Фикрет заявил, что этот вопрос должен оставаться между ними и никто об этом не должен узнать. Фарук предупредил своего брата. «Исра больше не может с вами работать», сказал он. Но Фикрет его не послушал и сказал, полномочия этой компании в моих руках. Он позвонил Адаму и попросил помочь найти мужчину. Мурат очень расстроился и разозлился, когда Баде начала встречаться с Карай. Он поговорил об этой ситуации с Османом и сказал, что его брат Баде был прав. Дилара и Сурея весело провели время, разговаривая оба эсме в школе. «Я поддерживаю свою свекровь против своего мужа», сказала Сурея. «Теперь я понимаю, почему он был так против нас. Мы боролись за нашу любовь, но они не смогли вовремя сделать то же самое, поэтому он и разозлился», сказал он. Дилара узнала от Адама, что Джан не получал ни одного дела в течение четырех месяцев. Он объяснил это Сурее и сказал, поскольку Джан не брал дела в течение нескольких месяцев, это означает, что его встреча с Бигюм была в плане. Но Сурея не хотела в это верить. Бигюм могла, наконец, познакомить и мира с Джаном, но у мальчика было одно условие, он хотел, чтобы его отец тоже был там. Когда ситуация была такой, Фарук и Сурея также присутствовали на ужине в доме Джана. Сурея, у которой уже были сомнения по поводу Джана, искала ванную, когда она случайно открыла другую дверь и прочитала текст песни, который мужчина написал для нее на стене. И когда она прочитала «Эти глаза сияют, как солнце позади челка», она убедилась, что речь идет о немецком Сурея была в замешательстве. С другой стороны, Осман уже было не по себе от того, как развиваются дела между ним и Бурджу, и он занервничал еще больше, когда пришла импровизированная еда. Пока Бурку болтала со своей кузиной, она показала нам, какая она самовлюбленная девушка. «Мужчина, в которого я начала влюбляться, не привлекает меня так же. Как такое могло случиться со мной?» – сказала она. Девушка тоже обняла его. Он сказал, «Вы привыкли к таким вещам, не так ли? Вы понимаете меня лучше всех. Эгоистичный, высокомерный Бурку». Затем он бросил мне вызов, сказав, «Но, в отличие от тебя, я не уйду с площади быстро». Эта история здесь не закончится. Рейхан заставила себя еще раз попытаться убедить сына, но тщетно ей это не удалось. Тем временем, Фарук узнал о ловушке Адама для Фекрета и пришел просить отчета. Но ему снова это сошло с рук. Тем временем Адам делает Фекрета еще более обязанным ему. Рейхан позвал Исму в хижину. Он тоже ушел. Рейхан пришла туда с двумя канистрами бензина в руке. Он облил хижину и вокруг нее бензином. Когда Исма пришла, она сказала, «Давай поговорим внутри». Потом вылил все содержимое. «Если я потеряю сына, мне запрещено жить», – сказал он. Он показал зажигалку в своей руке и сказал, «Ты сжег мне жизнь». «Теперь мы пойдем вместе и вместе привлечем Февзи и Фенди к ответственности», – сказал он. Он выбросил зажигалку из окна, и начался пожар. Кто видел Гарипа и Исму в новогоднюю ночь? В конце последней серии Адам увидел вместе своего адвоката Гарип Бея и Исму Баран. Конечно, он был очень зол на то, что увидел, он был уже пьян, поэтому пошел драться с Гарипом. Гарип сначала поговорил с Исмой, затем подошел к Адаму и сообщил ему, что увольняется с работы юриста. Адам был удивлен, а затем начал строить планы. Как человек, который не любит Фарука, он подумывает предложить Джану стать его адвокатом. Джан обязательно примет такое предложение. Фиген, старшая сестра Джана, в последней серии поняла, что ее брат влюблен в Сюрею. Он дал понять своему брату, что знает об этом, и выступил против него. Джан сначала отрицал это, но потом ему пришлось это принять. Фиген не стала скрывать этот факт, рассказала она Исурия. Девушка была очень обеспокоена, она поняла, что ее муж был прав в своих подозрениях насчет Джана. Судьба передала Исме письма, которые Февзи писала Рейхан. Прочитав письма, Исма позвонила Рейхан и сказала, что все знает. «Что бы подумал о вас ваш сын, если бы узнал, что вы так много страдаете из-за своего сухого упрямства?» Сказал, он шантажировал ее, убедите Адама подписать предлагаемое нами соглашение, иначе ваш сын все узнает, сказал он. Адам придумал план, они сделали его похожим на бывшего мужа секретарши, приславшего фотографии. Но Фарук увидел двоих мужчин вместе. Фикрет с каждым днем все больше впечатляется девушкой-секретарем. Она совсем не похожа на Ипик, очень простая, очень искренняя и заботливая. Сюрея позвал Джана поговорить. «Я уверена, что не сделала ничего, что дало бы вам надежду», сказала Сюрея. Пока они разговаривали, человек, назначенный Исмой, сфотографировал их. Эти фотографии, очевидно, доставят Сюреи неприятности. Новогодняя вечеринка прошла весело, подарочный раздел тоже был очень нилым. Сюрея подарила Осману первое издание книги. Бурку завидовал этому, и Осма немедленно вмешалась и помешала Сюреи и Осману обняться и отпраздновать Новый год друг друга. Под конец вечеринки Гариб Бей зашел в комнату Исмы. Они поговорили и сказали, что на этот раз не дадут никому их остановить. На выходе Гариб целовал Исму перед дверью, их кто-то увидел. Интересно, кто это был? Фарук и Ипик в это время поднимались наверх, это может быть одно из двух. Это также может быть кто-то совершенно другой. Посмотрим и увидим в новом выпуске. Что произойдет с тем, что увидит Адам? В последней серии Адам увидел, как Фекрет и его секретарша вместе вошли в дом. Теперь Фекрет получает фотографии и сообщения с шантажом с секретного номера. Такие же фотографии достались матери Фарука и Ипик.